всем привет сегодня у нас 26 октября вторник и я сделаю небольшую аналитику давно аналитику не выкладывал никакую а сегодня как бы так экспромтом как обычно но есть повод до пленый повод для меня это не повод но для многих других молодых людей особенно в швеции даже за рубежом это повод в общем в чем смысл что несколько дней назад в прошедшую пятницу швеции застрелили какого-то очень популярного рэпера молодого подающего надежды которого ноги называли вторым этим именемом или минимум вот американский рэпер такой белокожий был да и он есть еще до сих пор именем вот его называли шведским да ну принципе он похож похож да ему 19 лет было вот но сосунок выглядел лет на 15 но такой сосунок конкретный до такой с глазками такими сосунковскими ночью ну просто какой типочек не очень на мой взгляд не очень приятный но несмотря на это он пел рэп рэп но рэп вообще-то не поют на мой взгляд рэп это вообще это самое отстойное что может быть музыкальной культуре всех времен вот как вы знаете я не гуглю никогда да я как бы сейчас вспоминаю просто что я где-то как-то слышал вот и на мой взгляд рэп это самое отстойное что может быть во первых да рэп возник насколько я понимаю из трущоб негритянских гетто гетто американских вот там где ты чернокожие ребятки хотели как-то пробиться что-то там спеть как-то выразить свои какие-то чувства вот а так как у них не было ни голоса ни слуха как правило они вот это изобрели рэп но рэп от другими словами речитатив быстрый набор слов непонятно чем и как правило в рэпе это набор слов какой-то криминальной жизни криминальной жизни да я тебя там замочу там ля ля застрелю там я тебя от имею этот это ты все плохие мы хорошие вот мы никого не любим вот у нас никто не любит но мы всех там замочим и вот в таком духе что то как я понимаю что есть что я слышал как на английском поют да ну и принципе на шведском то же самое по и ту же самую хренатени грубо говоря вот этот эйнер которым 19 лет белый так сказать настоящий швед бландинистый такой шведик да вот я еще не посмотрел всю информацию про него вот по моему он из семьи артистов но из респектабель довольно таки семьи и скорее всего поэтому попал вот но нашу на широкую публику видим его протолкнули и вот он исполнял этот рэп до исполнято трэп и вот его застрелили несколько дней назад в прошлую пятницу в ночь четверга на пятницу кажется да сейчас еще почитаю потому что я не в курсе нет вообще не интересует ну так как я услышу что весь мир содрогнулся особенно вся шведская молодежь но не вся эта самая в средстве молодежь который мозгов не хватает они все всколыхнулись и все страдают и плачут и это самое и поминают этого эйнера да вот и вот после его смерти вот буквально через несколько часов процент прослушивание его этих дурацких композиций на spotify но spotify молодежь пользы этой фигней до увеличился на 1500 процентов на 1500 процентов понимаете вот а в цифрах это в цифрах где-то этот видео сейчас секунду посмотрю что ты в цифрах видео а в цифрах это за один день было 3 кома 8 миллионов просмотров ну то есть почти 4 миллиона просмотров его вот этих песенок но это даже не песни это вообще непонятно что вот потому что нового рэп на мой взгляд это вообще не музыка это просто на компьютере там выбивается определенный ритм что-то все это делать технически автоматически да никакого в принципе не то что образование там даже музыкальный вкус иметь не надо просто вот нажимаешь на кнопочки и компьютер сам тебе делает музыку а потом на эту музыку накладывается речитатив на одной ноте причем так вот ровненько ровненько на одной ноте там можно иметь ни голоса ни слуха вообще ничего просто один раз вот тебе подскажут как вот выше ниже вот попасть в этот анализ да и можем чесать этот анализ всю эту песню вот шведский плот называется да и вот почти 3-4 миллиона просмотров прослужили люди посмотрели это вот сейчас я вот пожалуй вот так да хэр это ну ка чесенна сэнска раппарион а вот здесь говорят посещал посможную музыку нет но я как дурак думаю что же там за такой новый имениум шведский да нашел его самый самый популярный лот вот этот да включил но там предсивый кобылы конечно 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 все это однообразное отбивание ритма вот и голосок такого извините пидорастический голосок 19-летнего парня сам как пидорастический выглядит вот и он там реля мало того он еще там пальцы веером изображает стрельбу какой-то там типом гангстер до в соответствующем антураже все это снимается гангстер такой гангстер да вот мы его застрелили вот застрелили да сейчас я вот сейчас прервусь я почитаю чем чем там проблема была но полиция говорит так вот на сегодняшний что известно есть два подозреваемых они были вроде бы как замаскированы видимо в масках какие-то и быстренько натянулись и маски с прорезями да и стреляли в него с полтора метра расстояние то есть они видимо все-таки были знакомы наверное подошли вплотную и затрели его вот двое подозреваемых пока никого не арестовали опросили свыше ста 113 кажется было написано 113 какие-то свидетели таких ли сяких да плюс есть какие-то фотографии какие-то камеры наблюдения где-то чего там зафиксировали может там издалека ли как-то вот полиция сейчас проводит расследование похоже что-то найдут что-то найдут раз уже два подозреваемых есть да вот я думаю найдут потому что это чувачок вот этот вот такого петерастического вида да он оказывается был замешан в криминале и общался с криминалом до настоящим главное бы он сам был криминальным да ну вот как негра эти рэперы выходят там их на рожи видно что он отсидел уже там не не один раз да там пять шесть раз он уже сидел пусть на короткие сроки но отсидел и видно весь их наколка вся рожня такая дебильная до мозгов вообще нет и вот он там хриплым голосом пропитым прокурим про наркоманином зачитывает этот рэп до тупой вообще ни о чем но зачитывать что-то да а это сосунок беленький да не наверное не сидевшим можете девшим не знаю сейчас я почитаю посмотрю да ну вот сейчас быстренько так это на вскидку прочитал немножко информации но то что на шведском писали здесь про это дело чуть-чуть буквально не все то уж мне это нафиг не интересно в общем этот эйнар он тоже подражал и минимум до но тоже белый чувачок причем внешне даже где-то похож хотя такое видо педорастического извиняюсь за выражение да вот но тут пишут что у него музыка была полна энергии не по годам он был задумчивый развитый позирующий там начнут не по годам девятнадцать ну ладно он в 16 лет впервые вышел на сцену да но учитывая что ее родители прогрессивно видимо какие-то не даже прогрессивные а где-то из высших слоев общества они выдали образование но какое-то развитие определенное вот но видимо я же попробую найти его хоть музыку поставить до голос него и я не вижу в него голос никакого-то но для рэп-музыки интерн и ездить у города для рэп-музыки не сидит не музыка вообще непонятно что вот и а вот самое главное что пишут у него были проблемы еще в школе даже в школе были проблемы вот и проблемы со своей психикой и проблемы с полицией были проблемы с преступниками то есть вот этот сосунок уже в школе как-то себя непонятно вел вот уже связано было с преступниками каким-то мелкой там мелкотравчатой преступности малолетней там наркотики продавали там что-то это самое грабили может своих сверстников там отбирали мобильный телефон и тип такого что-то видимо было но вряд ли он занимался каким-то разбом ничего потому что очень худосочным 19 лет у него ручки вообще без без каких-то мышц я 19 лет у меня мышцы были в два раза больше чем не сейчас до 19 лет а он вообще такой сосунок ручки-палочки такой вообще не спортивный и в то же время играет гангстера такого крутого гангстера своих песни до роликах которые там делал вот и и вот тут пишут на эту шведскую прессу читаю они пишут что вот он являлся примером шведского ганс 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 то рэпа гангста рэпа ну как кирсерский рэп бандитский рэп типа того но это как вот шансон в россии на такой жесткий шансон я почему да это может сравнить шансон вот этот негритянский рэп может сравнить с русским шансом русский шансон намок красивее там реальной красивой мелодии да там голоса там должен быть слух слов должен быть и человека голос должен быть да вот допустим допустим время владимирский централ песня там как кто-то пел это мне помню же до новиков ли не помню кто же до владимирский централ мне очень нравится эта песня так и так просто талантлив шая классическая красивая песня это воровская тема бандитская да вот но мелодия слова и голос все какая-то вот это понимаю а рэп особенно ганс ганс гиреп это ни о чем вообще вообще ни о чем вот ну это чувачок эйнар да он вот вошел ганский рэп и я кусочки роликов мне показывали тут сами посмотрел там списти по с пистолетом с автоматом там каких-то подворотях он там но запхи бред сивой кобылы в швеции ходить с пистолетом с автоматом по подворотням и типа избрать и гангстер это просто бред сивой кобылы вот и поэтому люди которые как бы сейчас анализируют серьезные люди анализируют ситуации они говорят о том что вопрос не о том что он был застрелен вопрос о том а вопрос должен быть о том когда он будет застрелен то есть его застрелили сейчас а могли стрелить через пару месяцев через пару лет и так далее да то есть его наверняка бы застрелили причем молодом возрасте потому что вот такой сосунок который на самом деле вообще он не гангстер даже да он просто изображает он по-любому так он был связан с гангстерами они будут недовольны не пусть его требовать деньги насколько я знаю насколько я знаю я точно уверен ну где ты слышишь что настоящие бандиты гангстеры когда он стал уже известным стал зарабатывать большие деньги миллионы причем миллионы да вот на этом молодняке тупом которого принял за и минимум они стали требовать него деньги большие деньги то и вот я не знаю в чё там надо я опять читать меня охота читать но там видимо как была какая-то денежная история скорее всего его наверно открыли дарим открыли мою то есть пусть и счетчик как по-русски игры включили счетчик вот а он видимо по своей этой самой по малолетству 19-летним дамы недоразвитость своей видимо что там не допонял что все дело-то серьезно что если он сейчас здорово заработал большие деньги то нужно делиться с этими самые с такими серьезными людьми как по-русски говорит серьезными людьми над делиться да вот а серьезные люди здесь это ну шведские гангстеры наркодилеры и так далее вот а ну ладно все закрываем тему долго наговорил почему у меня эта тема возникла и так думаю я сегодня возвращался домой вечером уже поздно уже темно было до вышел на своей станции на метро выхожу и у нас тут вот вот одна из стенок метро где нет выхода глухая стена да там только стеклянный вертельным смотрю стоят человек 8 чернокожих ребят подростков но там подростки от 15 до 20 лет прямо так рядочком стоят доль стены и что-то там еще мелькает я сначала не понял не думаю чуть слишком много потому что это самое такое место было известно здесь для торговли наркотиков там три четыре пять человек этих ученых тусовалась время они так типа между собой разговаривают прохаживаются да вот потом к ним подходит какой-то покупатель наркотиков переговаривают они ему говорят я так все понял они тут не продают и говорят вот иди туда туда вот он отходит они занят по телефону он ходит куда-то другой там захолустье какой-нибудь в этом же районе метров пятьдесят там сто метров до ему там тихаря где-то за углом передают наркотики то есть это ребята центровые они как бы они наверняка без наркотиков и тут осмотрю эту картину вот приглядываясь останавливаясь приглядывая смотрю три мужика и мужика молодые парни но такие здоровые парни таким летом про 30 лет шведской национальности вижу что они не чернокожие далеко да и не серокожие а такие машины сказать блондинистые шведы но такие крепкие прям издалека вижу крепкие ребята вот двое стоят как бы так это жестко держит вы выстрелив вот в рядочек вот этих вот чернокожих мальчиков продавцов наркотиков а 3 прямо вот так конкретно я прям поставил посмотрел прямо их вот так вот ощупывать даже воротники вот так воротники им ощупал да вот но естественно не там не найдут наркотиков эти ребята просто и так сказать связующее звено при них наркотиков нет у них могут быть только деньги по максимум только деньги то я не знаю точно да вот но радует то что полиция я первый раз такую вижу первый раз я их много раз этих продавцов видел и них не то их особо не трогал я не особо не афишировались да не это не скрывались а сейчас началась борьба началась борьба потому что вот я читал недавно тут огромную толпу около ста человек крупных наркотиков арестовали за ними долго следили это был была работа интерпола с американцами с французами с голландцами но по всей европе плюс америка они там все это все здесь и прочерстили все эти связи да и швец арестовали огромное количество тех на наркоторговца да а это и есть главный криминал оттуда деньги которые финансируются за покупку оружия там может рэкет какой-то не знаю но и как швеции рэкет тоже есть вот и в частности да да вот этого эйнера его скорее всего рэкетировали рэкетировали вот эти вот ребят я думаю сейчас еще более все это ужесточится вот и неспроста я сегодня увидел как их шерстят у нас тут этих наркоторговцев да жестко так как там пресекли причем уже темно было казалось бы никто ничего не видит их там опа опа и это вот ну и к чему мой спич что вот этот эйнер да вот чего что он получил то он принципе заслужил своей жизни своей тупорылостью да молодой шведский парень вообще даже не этот самый не гангстер но вот поддался гангстерской вот этой моде вот начал петь от дебильную слуха наверное голоса не было начал петь дебильные эти песенки да и мне хочется послушать вот сейчас я включу наверное здесь к эта музыка есть да ну ка так ну вот я тут много у него всякой музыка наказал много чего и так сказать напел хотел петь вообще-то не умеет на мой взгляд надо но тянуть это любой дурак может вот эта музыка называется pop smoke популярное курение здесь вот она прямо в начале ролика курь до 19-летний сосунок который мышцы вообще никакой нет его по всеного покрова нет такой дебиле тупой взгляд он курит сигарета может марихуана даже курит и поет вот эту песню давайте послушаем петербург гангстерская картинка ночная вот типа швейские гангстер или крутые машины вот эти жесты это Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот застрелили его сегодня